Здравствуйте, это НАОПКБ, меня зовут Коричко Артем Викторович, разговор записывается. Такой гул был, скрежет какой-то, я хотел уже трубку бросить. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Олегович, это вы? Слушаю вас, простите, в этом скрипе грохоти, я ваше имя не услышал. Меня зовут Коричко Артем Викторович, НАОПКБ вас беспокоит. Александр Олегович, это вы, правильно же? Да, я же сказал, это я. Я звоню по поводу вашего платежа, по графику у вас на 25 число, 800 рублей заявлено, вы сможете внести оплату, все в порядке. Где, простите, заявлено? Ну, в графике вашем. В графике, кто сформировал этот график? Ну, вы оплачиваете вот по 800 рублей, правильно? Нежимающий на основу. А, вы ПКБ, первая коллекторская, да? Да, 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 да. А, все, все, ребят, все, все, в себя пришел, тут люди умные подсказали. Да ничего, ничего, все нормально. Все в порядке, да, сможете внести оплату? Нет, говорю же, нет, все, говорю, в себя пришел, все нормально, люди умные на пути истинные навели. Все, да, все. Хорошо, понял. Да, я с вами прекращаю все взаимоотношения и сожалею о том, что их начинал. Ага. А почему? С чем связано? Да, люди грамотные, но путь истинный-то навели. Дали мне ссылочку. Вы не представляете, до какой степени я, блин, закодировался от алкоголя, да? И я прям думал, сорвусь после того, как вот я посмотрел то, что я посмотрел. Да, дали ссылку на канал Алиам, там есть очень много, в том числе и вот видео, как вас, ну, с вами там общаются, как вы пытаетесь людей. И у меня не хватит компетенции, чтобы с вами сейчас подискутировать, хотя вполне возможно, может быть, и хватит. Но я одно понял, что какой я был дурак, что я вам платил, что вы вообще никто и никаким образом не повлиять на ситуацию не можете, пока я сам, ну, собственно, вам не помогаю. Как только я перестал это делать, все, вы ничего не сможете сделать. Если читаете по-другому, то я предлагаю вам применить все свои навыки, инструменты для того, чтобы призвать меня к ответу. Смотрите, Александр Олегович, то есть вам кто-то подсказал, да, то, что можно не оплачивать и ничего не делать? С вами? С вами не то, что не оплачивать, а с вами вообще надо прекратить все какие-то телодвижения? Взаимодействие, я понял. Да как бы там оно ни называлось. Ну, это ваше право, я не буду вас переубеждать, это ваше право. Не надо, не получится. Смотрите, я просто отметку поставлю, чтобы с вами позже связался. Вы все-таки подумайте. А зачем все равно связываться? Я вам одну отметку поставьте для себя. Я, значит, прекращаю с вами все взаимоотношения, это раз. Ну, во-вторых, если вы все-таки еще хотите что-то мне интересное сообщить, или, может быть, по вашему мнению, интересно, пожалуйста, не тратьте ни свое, ни мое время, а пишите все в письменном виде на мой адрес регистрации. Я, естественно, изучу это все, обращусь, если что, к специалистам, которые помогут мне разобраться. Ну, и, конечно же, на этом желаю вам счастья, здоровья и полного финансового неблагополучия вам и вашим коллегам. Смотрите, Александр Олегович, смотрите, единственное, что я могу сказать вам, да, у вас же график действует, по которому действует скидка, да? Он у нас с вами, если оплаты не будет, он по идее вот эту скидку может отнять. С вами никаких взаимоотношений не могло быть. Произошли они по моей ошибке, по моей глупости, если хотите, темности, недальновидности. Никаких скидок вы предлагать не можете. Вы не являетесь правоприемником моего долга. Вы не предъявили мне договор о цессии в той форме, в которой должен был быть заключен этот самый договор. Меня не уведомил мой первый кредитор ни о чем. Далее, на основании гражданского кодекса я могу не исполнять никаких обязательств, пока меня должным образом не уведомят. Я вас понял, смотрите, то есть вы хотели бы получить документы в полном объеме, да? Правильно понимаю? Как вариант, я хотел бы на них посмотреть. Договор цессии, касающийся лично меня, меня как персоны. Не пакетный, а четкая конкретная фамилия, имя, отчество, меня. Нет, я понял, что именно вас. Я имею в виду полный пакет документов, да? Снабженный платежным поручением, в котором видно, за какую сумму был приобретен вами мой долг. Если это речь о договоре цессии, коль я вам платил. Ну и после этого мы с вами пойдем, если вы захотите, конечно, у меня-то нет к вам претензий никаких, ну так, чисто де юри, что называется. А по-человечески, конечно, чтобы вы обосрались там, но это там уже как хотите, так и воспринимайте. Ну так или иначе. Да, ладно, я что хочу, я что хочу, я вы не представляете, что я хочу ваш адрес сказать. Но я и в свой адрес то же самое даже больше уже наговорил, так как я разобрался, понял, я, может, и совершил ошибку, но, как говорят, пьяный проспится, дурак никогда. Ну да ладно, вот. Да, Юрий, вы, конечно же, можете претендовать на какие-то деньги. Для этого существует третья статья Гражданского процессуального кодекса, так мне сказал мой юрист. Вот, подаете в сутку ли ваши права, как вы считаете, нарушены. Ну и там будем боксоваться. Смотрите, Александр Олегович. Опять смотрите, да что же я должен увидеть-то, по вашему мнению? Александр Олегович, я сейчас тогда, давайте поступим с вами следующим образом. Я сейчас поставлю отметку, чтобы с вами... Господи, доставьте вы что хотите и где хотите. Что вы, у меня разрешение спрашиваете, что ли? Ну вы меня выслушайте, я вас выслушаю. Так мне зачем знать, что вы там для себя сделаете? Блядь, я еще раз повторяю. Блядь, я еще раз повторяю! Я вам обещаю... Я не хочу никаких взаимодействий с вами. Вам всего доброго тогда, если вы не хотите разговаривать, вести диалог. Вы просто монолог. Нет же, конечно, конечно же не хочу. Я же вам сказал русским по красному. Тогда всего доброго, до свидания, всего хорошего. Я вам не могу того же самого пожелать. Ну и зря. Да, конечно же, да. Так вы не занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. И тогда вам будут желать всего хорошего и доброго. А так я вам желаю обосраться. В чем вы меня обвиняете? Я вас. Да боже упаси. Это не нужно. Ну в чем вы меня обвиняете? Да ни в чем не обвиняю. Просто хочу, чтобы вы обосрались вместе со своими коллегами. Раз, два, три. Все ПКБ. Последнее коллекторское бюро. Хотя вот этот термин последнее к любому коллекторскому бюро нужно подставлять. Да вы посмотрите YouTube, елки-палки. Вы что, не видели YouTube? До какой степени вы там сами себя... Ну и что, и ничего не поняли? Вот на канале Алиам. Человек приходит прям в ваше ПКБ. И с вашим там якобы руководителем с бородой. Знаете, тело ребенка, голова дровосека. Это вот так любят. Бороду отрастят, а сами как этот, дунь развалится. А так вот. И человек задает конкретные вопросы. А его выдворяют из офиса, потому что не знают, что ответить. Это все на канале. Там сотни тысяч просмотров у людей. Посмотрите. Ничего не видели. Не надо сочинять. Любой ПКБшник и тому подобное. Публика. Все там пасутся на этих каналах. Мы же комментарии-то читаем. Вот именно. Угукать не надо. Так говорят на канале. Угукать не надо. Смотрите, если вы не хотите дискуссировать, я вынужден прекратить наш с вами разговор. Потому что вы меня даже не хотите выслушать. Я вам просто хотел сказать, как мне послушать. Слушай, давайте я вас послушаю. Мне любопытно. Действительно, что можно после всего этого услышать от человека? Смотрите. Ага, опять смотреть куда-то. Предупреждаю. Я наверняка буду вам в ответ говорить то, что вам не понравится. Но ради бога, вы напрашиваетесь сами. Окей, поехали. Вы же меня не слушаете. Я даже не успел ничего сказать. Вы меня просто перебиваете. Я предупредил вас просто. Поехали. Я направляю. Смотрите. Я направляю документы. Направляю запрос. Чтобы документы вам полный пакет направили на адрес. Помогим адрес. Позвольте угадаю. На юридическую фабрику вы его отправляете, да? Вот это вообще. Нет. Ну, это же ваше изобретение филологическое. Юридическая фабрика. Очень круто звучит. Ну, что, не слышишь? Нет, я просто в другой отдел. А, еще один отдел есть, да? Вот это, да? Да. Ну, их там, сколько у вас там занятых людей. Такое я выслушаю. Слушай, слушай. Я просто, знаете, как говорится, елочку разукрасил. Я не буду, смотрите, я не буду слушать припирания. Я не припираюсь, я просто, дайте, в процессе, я же предупредил, что не все вам понравится. То, что вы услышите. Нет, я просто не хочу это слушать. До свидания. Какой молодец. Сил хоть здесь набрался. Не хочет, конечно, кому понравится. Юридическая фабрика. Алло. Да, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Шакаров. Урум Балацар Галимжанович. Инспейтр департамента. Зазыскание прозраченной задолженности. А у Альфа-Банк. Станислав Михайлович. Вам знаком? Странно. Вы всегда спрашиваете. У меня любопытство. Никто не отвечает. Почему, когда мне звонят, спрашивают, знаком ли я сам себе? Вы правильно поняли. Но зачем? Что за позиция? Усран Балацарович. Я правильно понял? Или Усрум? Урум Басар Галимжанович. Урум Басар Галимжанович. Вы зачем заводитесь? Это действительно непривычно для русского слуха имя. Поэтому я переспросил. Басар Галима Исанович. Зазыскание долга в размере 115 тысяч 87 рублей 17 копеек. А вы казах или кто по национальности? 25 ноября включительно. Данислав Михайлович, сейчас речь идет не об этом. В принципе, речь идет не обо мне. Речь идет к отца МВУ. Это вы так хотите, слышите. Что вам сказал, что вы сейчас будете доминировать и пытаться навязать его тему? Нет. Давайте сначала вас обсудим. Мне любопытно. Во-первых, что у вас сбеленило так, когда я попытался уточнить? Неужели вы себя позиционируете, как Иван Петров? Хрена себе. Урумсан Басар Галимзанович. Попробуй выговорит просто так. Поэтому человек и переспрашивает. У вас же получилось все хорошо. Вы выиграли. Ну, теперь хочу понять имя. Какая национальность у вас? Вот на сегодняшний день Альфа-Банк сформировал для вас... Не-не-не-не. У Русрама Басар Галимзанович. Мама дорогая. Национальность у вас какая? Вы стесняетесь, что ли? Своей принадлежности к какому-то народу? 500 рублей. Я не пойму. Или вам важны какие-то чужие деньги? Не ваши даже. Так, Михайлович. Готовы воспользоваться услугой дисконта? При условии. Я буду с вами это обсуждать. Если вы скажете, к какой национальности вы относитесь, ваши родители, ваши предки. Так, Михайлович, я вам еще раз говорю. Речь идет не обо мне. Нет, речь идет о вас. Я вам еще раз об этом говорю. Никто не сказал, приоритеты не расставлял. Никто не признал и не принял вашу парадигму жизневосприятия. Еще раз повторяю. Вы мне позвонили, и я хочу выяснить. Да не может никто ничего расторгнуть без решения суда. Ни один договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Речь идет касаемо выплаты вашей задолженности, решения ваших проблем. Это мне все равно, как вы к этому относитесь. Я считаю, что это вообще нейтральная ситуация совершенно. Кому же принесную часть денежных средств. Готов даже пойти навстречу в рамках текущего дня. Да все ваши ходы навстречу, шаги навстречу подразумевают лишь только одно. Отдай денег хоть сколько-нибудь. А я хочу просто для начала узнать, какой национальности вы принадлежите. Так, Михайлович, а вы жену свою предупредили о наличии долга в Альфа-банке? Для чего мне это делать? Простите, для чего мне это делать? А я не говорю, что вы должны или обязаны это сделать. Я вам сейчас объясню, почему я задаю вопрос подобного характера. Вот вы женаты, да, вам какие-то данные указываете? Возможно, супруги свои относятся достаточно хорошо, любите и уважаете. А зачем-то это углубляет ситуацию и не доставляет, точнее, доставляет удобство, либо по адресу вашей регистрации. Чуть моя жена я недопонял сейчас. Вы в какой-то степени претендуете на участие в моей семейной жизни? Или что? Что за намеки непонятные? Я вам сейчас как раз и подвожу к тому моменту, чтобы объяснить, почему я задаю вопрос по поводу третьих лиц, проживающих вместе с вами, знаете о наличии долга в Альфа-банке или нет. А, ну, очень любопытно. Так, а ре-воспитательный процесс выключаем? Принем, да? Человек с неизвестной национальностью. То есть, к вашим отношениям с вашей супругой. Ой, ё-моё, ты чего? Куда тебя понесло, блядь? Тормози! Тормози, блядь, Галим Санович, блядь. Игнорируй три дня банка. Ты чего здесь баба моя? Ты чего там нахряпался, блядь? С утра топотался. Точнее, консультант. Михаил Михайлович, дело в том, что обращение банка в суд было. И? Ты естествуешь, что 133 дня находится в просвещенной задолженности. Сейчас ожидание судебного решения. И что, почему здесь баба моя? Это что? И дело в том, что в суд утворит реплиния кредитора, а я вам объясняю. А, ну. Если же суд утворит реплиния кредитора, вытекающие последствия, в день в полном производстве, которое влечет за собой не только минимальные меры, как наложение ареста на его счета со ст. 98, что он также может предоставить массу неудобств. С ст. 98 какого? Гражданского кодекса, ДПК РФ или федерального закона какого-то? Зачем же? К гражданскому... Согласно федеральному закону 229-го бесплатного производства. А, вон оно что. А что ты причуешь гражданский? Майя. Это обращение взыскания на имущество. А, прошу прощения, Галим Санович, а там кто-то что, судью подкупил что ли? Я вам сейчас отвечаю на ваш интересующий вопрос. Так нет, давай ты, ты ни хуя в дебри полетел такие. Природа наших правовых взаимоотношений здесь извращена максимальным образом. А при чем здесь судебный пристав, если еще судебного решения никакого не было? Судья подкупленный? Я же говорю как пример. А зачем как пример? Дорогой ты мой, давай-ка мы как пример с тобой вернемся в реальность. Галим Санович, ты успокойся, монолог это тебе надо прекратить. Давай-ка я тебе скажу, как на самом деле должно происходить. Статья 7, это обращение взыскания на имущество должника, находящего третьих лиц. Что у вас было детальное и подробное понимание, почему я задал вопрос по поводу вашей супруги, знаете ли о наличии долга в Альфа-банке или нет. Статья 7, обращение взыскания на имущество должника, находящего третьих лиц. То, что судебный пристав исполнитель имеет право обращать взыскание не только по адресу вашей регистрации, либо по адресу вашего фактического проживания, но и также помнится ваше пребывание. Ты, хоррель, эти заголовки читать-то в статьях, ты наполнение читай полностью. Если это будет доказано, если принадлежность этого имущества должнику будет доказана определенным образом, если это не противоречит действующему законодательству. Ты чего? Ты по себе-то не суди людей. Ты пойми, ты куда в исполнительное производство-то носу свою шьешь? Ты будешь меня слушаться, или только ты будешь слушать самого себя? Ну, хуй с тобой, попуржи, попуржи. Да нахрен ты нужен? Ты столько уже тут намел своим методом, Галин Александрович, а слушать ничего не хочешь. Мне очень любопытно, как ты вообще выживаешь с такой жизненной позицией-то, а? Давайте оснимательно выслушай. Слушай, давай, наконец-то. Только не перебивай. Окей? Итак, коль ты сказал, что банк сформировал, я правильно понял, иск или заявление о выдаче судебного приказа? А то ты, блядь, молотил как, блядь. Банк обратился в суд. Решение, сейчас в ожидании судебного решения. Ну, на основании третьей статьи... Тихо, тихо, мне все понятно. В суд, в суд. На основании третьей статьи Гражданского процессуального кодекса. Я верно тебя понял? Ну, то есть, иск сформировал. Говорите, я вас слушаю. Иск? Нет, ну вопрос. Простой вопрос. Банк сформировал иск или заявил в суде? Я вас слушаю. Я сказал, что я вас не буду перебивать. Вы говорите, вы сказали. Окей, хорошо. Коль ты молчишь, значит, молчание – знак согласия. Я предположу, что банк сформировал иск. Подкрепил его на основании 71-й статьи Гражданского процессуального кодекса доказывающими документами. В том числе и документами первичной бухгалтерии. Значит, ты же сказал, ты пообещал слушать меня. Ты чего, блядь? А я хочу слушать. Вы просто корректную информацию предоставляете? Я говорю, ожидание судебного решения. Все хорошо. Как только я получу извещение с канцелярии о том, что в отношении меня был сформирован иск, я, естественно, запишусь на ознакомление, зафиксирую всю информацию в канцелярии суда и в первичном заседании, конечно, выложу свои возможные возражения, ходатайства, заявления в том числе. Это состязательный же процесс, как ты думаешь? Суд. Состязательный. Что-то вопрос-то риторический. После чего мы дождемся определения судьи. Определение судьи, я думаю, по моему опыту, будет такое. Вернуть иск за недостаточностью доказательств вины ответчика. Если все-таки вы действительно подкупили судью или судья лоббированный по какой-то причине, конечно же, будет вынесено определение на основании ваших условных доказательств. В этом определении, скорее всего, будет сумма долго обозначена. На основании 330-й вы в своем заявлении, естественно, проявите все свои аппетиты. Но здесь на основании 333-й я все-таки их умерю. Да, договор кредитный будет расторгнуть. Да, сумма долго будет зафиксирована. Да, эта сумма будет сильно меньше, чем вы сейчас мне тут даже со своими великолепными скидками предлагаете. У вас сумма долго и давно зафиксирована. Да, отлично. Тем более. Еще она уменьшена будет ко всему прочему. После этого, если я увижу определение, не устраивающее меня, как вариант, я обжалую его в течение 30 дней. Если это обжалование каким-то образом не будет меня устраивать, результаты обжалования, там есть возможность апелляции, кассационные жалобы и так далее. Ну, процесс затянется годико натрия, думаю, не меньше. Ну, это по опыту, по-моему. Не перебивайте меня, пожалуйста, мужчина. Дальше. Если все-таки все это закончится, если все это закончится вынесением все-таки определения в отношении меня ненужного мне, я в течение 15 минут после того, как прочитаю определение, заплачу все через рейстор судебных приставов без всяких там каких-то санкций, которые ты пытался мне нагрузить, прописанных в 229-м федеральном законе об исполнительном производстве. В этой связи ни моя жена, ни какие-то третьи лица, ни мое имущество никаким образом не пострадает. А пока что давай делать то, что ты обозначил в самом начале. И вся вот эта твоя блювотина, блядь, Галимзанович, блядь, может, наверное, устраивает только человека, который вообще, блядь, глаза не открывал своей жизни в сторону закона. Понятно тебе? Это такие, как ты. Это рассовершение кредитного оговора, Станин Клав Михайлович. А я вас чем-то оскорбил разве? Вы зачем мне сейчас даете формат такого характера? А что тебя оскорбило? Ты меня не оскорблял. Ты, во-первых, вторгся в мое личное пространство. Во-вторых, трындишь безумолку. В-третьих, пытаешься мне в уши вкрутить то, что никогда в жизни на самом деле не может быть. Притом, при всем делаешь это, понимая, что я не воспринимаю всей этой билиберды и не считаю это серьезной информацией. Ну и в-четвертых, ты не воспринимаешь ту информацию, которую я тебе пытаюсь донести. Все, что ты сделаешь, ты просто выключишься, Галим Санович, и пойдешь лакать кумыс, блядь. К себе на родину, рано или поздно, блядь. Ищи работу, неудачник, блядь. А то, что ты слышишь, ты это заслуживаешь, потому что это твоя судьба. Понятно тебе, блядь? Иди, блядь, совокупляйся с лошадьми, блядь. Все, давай, свободен, свободен воспитатель, блядь. Воспитатель, слышишь, что тебе сказали? Свободен, я тебя больше не задерживаю, блядь. Вам нет разложения кредитного оговора. Согласно статье 14, федеральный закон, рецепт-53, когда речь идет о выплате долга в размере сей суммы, единоразовым платежом в течение суток. Вы сами создали данную ситуацию. А то, что вы можете создать ситуацию подобного характера, что близкий вам человек, как, пример, ваш супруг... Ты дурак, что я тебе сказал. Решение суда будет, я его тут же исполню. Твое имущество... Ты меня слышишь? ...на глазах у понятых, чаще всего из которых уступают соседи. За вас в статье 77 обращение взыскания на имущество должника, находящегося третьих лиц. Это абсолютно на законах... Я тебе говорю, 229-й федеральный закон вообще здесь не будет эксплуатироваться, потому что по решению суда я тут же оплачу всю сумму без остатка. ...относит развитие событий оплаты данной задолженности. Я вас услышал. Ну и что ты тут еще пытаешься? Я вас услышал, что в этот момент больше не возвращаем. Хорошо, обещал. ...частья 3, статья 77, федеральный закон, 230-й, то есть по адресу регистрации, по адресу вашего... Так вы в суд подали, ты сам сказал. Ты что, блядь? ...вы будете трудоустроены на тот момент и по месту вхождения вашей работы, что немаловажно, в ближайшие дни может быть выясницирован сотрудник... Да, пожалуйста, слышишься. А ты сам присоединишься к этой инициативной группе, а? ...хотелось бы посмотреть на такого... ...вашей работе. И хочу заметить, что высокая вероятность того присутствия, возможно, тем же днем благополучно уже оплатить и долг в размере... Конечно, эта вероятность просто... ...вообще по своей неминуемости, она вообще все накрывает. ...в ближайшие дни, можно ли я воспользую услугой дисконт из того же... ...то 30%... Слушай, вот несут какую-то пендец. Нет, ладно, хорошо, тормози, давай по-хорошему. Давай по-хорошему. ...давай по-хорошему. Давай мы определимся, ты мне напиздел, что вы в суд подали или что? Ты еще раз повторяю вопрос, ты мне напиздел, что вы в суд подали, отвечая на вопрос, конечно, напиздел, да, и ты сам сказал, да, напиздел. Все про тебя узнало, пиздунтый. Банк обратился в суд, сейчас о ждании судебного решения. А при чем здесь выезды, при чем здесь какие-то поездки к третьим лицам, основания? Обращение, вот, заостряю ваше внимание, что обращение банковых судов, это только одно из многочисленных, ключевая фраза, одно из многочисленных... Да я не против, ты неправильно понял, я не против этого. Я не против всего этого. И вы из ДНК, и я, на самом деле, как большинство людей, приветствую. Приветствую. Неудобства, конечно, могут быть доставлены как раз таким людям, каких ты представляешь, да, и тем самым выездникам. Я не против. Более того, я голосую за выезды. Чем их больше, тем лучше. Очень любопытно, да. На самом деле... Николай Михайлович, адрес фактического проживания... Ничего не менялось, дурачок, ничего не менялось. А знаешь, почему ты дурачок? Знаешь, почему я тебя так называю? Потому что, как ни странно, ты веришь во всю ту, блядь, пургу, которую тут молотишь, блядь. Веришь, в буквальном смысле ты думаешь, что это что-то работает. Да, и как только ты слышишь что-то, что тебя не устраивает, ты начинаешь это все давить своим каким-то там словесным потоком. Тебе одному понятным. И только ты в него и веришь. Но все, что я тебе сказал, на самом деле, железобетонно аргументировано. Все это не работает в моем случае. В моем случае это просто исключает вообще значимость твою, как субъекта, участников переговорного процесса. Ты пустое место. Галимзанович, блядь. Человек, стесняющийся своей национальности. Чувствуешь разницу, готов, либо не хочу. Харе уговаривать, ты что позоришься? Что ты себя к позорному столбу-то приколачиваешь? Ты же меня пугать угрожал мне тут чем-то, блядь. Напрягал меня, а сейчас уговариваешь. Ну ты что мне? Не надо эксплуатировать такие эпитеты. Взрослый, разумный человек. Здесь конкретнее сказать, как человека долбоеба, предлагаю вам повестись на вот этот развод, который я вам сейчас здесь надиктовал. Ну я же, моя же фамилия, блядь, ты знаешь какая? Вы, когда прибудете в Сельско-банк, мы с вами говорим дату. Слушай, я же тебе говорю, у меня фамилия что, Ебанько, что ли, а? Как ты? И вы получите документы о уведомлении о наличии дисконта. Еще раз повторяю, моя фамилия, по-твоему, Ебанько? Нет. Моя фамилия совершенно по-другому звучит. Я данную информацию тогда направляю на выставящий руководство, у вас есть время. Ничего ты, твою информацию никто читать не будет. Точно так же, как информацию всех твоих коллег. Вы пустое место. В первую очередь для тех руководителей, которые вас на эти места садят. Пустые места. Вот что вы там сидите, что вас там нет. Понимаешь ли меня? Ты можешь о себе заявить для своих коллег, только, блядь, выпустив газы. Они подумают, о, кто-то есть, блядь. Если ты хочешь, чтобы на тебя обратил внимание твой руководитель, сирони, когда он мимо тебя проходит, он хотя бы тебя почувствует на нюх. Потом вывернете. А так ты для него точно так же, как и для меня, пустое место. И, слава богу, я не смогу почувствовать, если ты сиронешь. Хотя, в принципе, я понимаю, что ты там на грани, что ты сейчас обтечешь весь поляшком у тебя же. Прикинь, как ты напрягся, да? И представь, какое я удовольствие получил от всего этого. Выключайся ты уже. О, молодец. Да, как-то так, друзья. Что есть, то есть. Ну что, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Если, друзья, вам нужна юридическая защита, если вы хотите обратиться за помощью к специалистам компании Алян, ссылка на форму оставления заявки для бесплатной консультации есть в описании этого любого другого ролика. Мы работаем по всей России. Где бы вы ни находились, от Сахалина до Калининграда, вы можете обратиться к нам. Еще раз повторю, все консультации бесплатно. Это раз. Во-вторых, они не лимитированы по времени. С вами поговорят обо всем на простом человеческом языке. Никто вас не будет загружать, навязывать вам. Вам преподнесут информацию в таком ключе, чтобы вы могли все взвесить, оценить все за и против, и потом принять то самое верное решение. До свидания. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»